Здравствуйте, дорогие десятиклассники! Мы продолжаем изучать информатику в третьей четверти. Напомню, что наш раздел называется «Веб-проектирование». На прошлых уроках мы познакомились с понятием «карты сайта», рассмотрели виды карты сайта и узнали, для чего нужен каждый вид. Тема нашего сегодняшнего урока – «Главная страница сайта». Сегодня на уроке вы узнаете, что называется главной страницей сайта, ее назначение и познакомитесь с основными характеристиками, которой должна обладать любая главная страница сайта. Также вы научитесь создавать веб-сайт, используя конструктор сайтов. Прежде чем приступить к теме сегодняшнего урока, повторим пройденный материал и выполним несколько заданий. По предложенному объяснению определите название характеристики главной страницы сайта. Главная страница должна подтолкнуть пользователя к переходу на другие страницы сайта, подписке на новости сайта и установлению обратной связи. Это призыв к действию, удобство и применение, информативность или учет целевой аудитории. Узнаем правильный ответ. Конечно же, данная характеристика называется призыв к действию. Надеюсь, ты справился с данным заданием. Выполним еще одно задание. К популярным конструкторам сайта относятся Ucos, Instagram, Vix, Unity, NetHouse. Обратите внимание, что в данном задании может быть несколько правильных ответов. Проверим себя. К популярным конструкторам относятся Ucos, Vix и NetHouse. Выполним еще одно задание. По предложенному объяснению определите название характеристики главной страницы сайта. Впервые зайдя на сайт, пользователь должен с легкостью найти ответы на все интересующие его вопросы. Данная характеристика называется призыв к действию, информативность, надежность и ценное предложение, учет целевой аудитории. Посмотрим правильный ответ. Конечно же, данная характеристика называется учет целевой аудитории. Перейдем к теме нашего сегодняшнего урока. Главная страница сайта. Вспомним несколько базовых правил для главной страницы сайта. С помощью главной страницы можно презентовать себя аудиторией. Даже случайный пользователь должен впервые несколько секунд осознать, куда он попал. Сделать это можно с помощью короткого текста, информации или рекламного слогана. На главной странице должна быть представлена наиболее актуальная информация. Свежие материалы, информация об акциях, ссылки на основные функции, продукты сайта, форма для регистрации. Часть информации главной страницы должна постоянно обновляться. Это повышает привлекательность сайта как для поисковых систем, так и для реальных пользователей. Рассмотрим этапы создания сайта в конструкторе Wix. Итак, первый этап. Регистрация на сайте Wix. Для этого необходимо на сайте Wix.com нажать на клавишу «Войти», в открывшемся окне выбрать «Создать аккаунт». Пользователь должен ввести действующий электронный адрес и создать пароль. Также есть возможность пройти регистрацию через действующие аккаунты Google или Facebook. Рассмотрим процесс регистрации на сайте Wix.com Рассмотрим процесс регистрации на сервисе Wix.com Для этого перейдем по ссылке Wix.com На главной странице данного сайта нажмем кнопку «Войти». Создадим новую учетную запись в данном сервисе. Для этого необходимо ввести электронную почту, повторить ввод электронной почты и придумать пароль. Также возможен вход в аккаунт при помощи сервисов Google. Так мы и сделаем. Продолжить с Google. Пройдя процесс регистрации, мы перейдем на главную страницу «Мои сайты». Следующим этапом создания сайта в конструкторе Wix является начало разработки сайта. Для этого определите тему сайта, обозначьте цели, определите аудиторию сайта, проведите работу по удовлетворению интересов и потребностей аудитории, обдумайте и представьте будущую структуру сайта. Мы создадим сайт, посвященный дистанционному обучению для размещения ТВ-уроков. Также на данном этапе мы должны определить стиль сайта, то есть выбрать шаблон дизайна, подобрать цвета, подобрать шрифты. На этом этапе мы создадим макет сайта, то есть карту сайта, которая должна охватывать все веб-страницы, на которой необходимо указать, куда ведет каждая ссылка, определить расположение изображений, видео, кнопок и текста. Рассмотрим третий этап создания сайта при помощи конструктора Wix. На данном этапе мы выберем шаблон сайта. Конструктор Wix насчитывает более 500 шаблонов. Все элементы шаблонов корректируются и настраиваются. Также можно поменять расположение элементов и их дизайн. На следующем этапе разработки сайта мы займемся его оформлением. Мы будем работать со страницами сайта, поработаем с дизайном, то есть добавим текст, рисунки, видео, кнопки, меню, социальные сети, а также изменим фон. На данном этапе мы настроим панель управления. Мы изменим название сайта, добавим мобильную версию, добавим формы контактов и установим профили социальных сетей. Также на данном этапе мы займемся обработкой изображений, то есть изменение их форм, добавление рамок и ссылок. На четвертом этапе мы добавим тексты. Выберем для них шрифты, выравнивания и изменим стиль. Рассмотрим данные этапы создания сайта в конструкторе Wix. Рассмотрим процесс создания нового сайта двумя способами. Автоматически при помощи Wix ADI и при помощи редактора. Для этого в категории «Мои сайты» щелкнем на кнопку «Создать сайт». Выберем, какой сайт нам нужен. Создадим сайт для дистанционного обучения «Сайт с ТВ-уроками». Данная категория отсутствует, выберем другое. Рассмотрим процесс создания сайта автоматически. Для чего или для кого создать сайт? Создадим блок о образовании. Какие функции нам нужны на сайте? Выберем форму подписки, добавление видео, профессиональное меню и события. Щелкнем вперед. Как называется наш сайт? Назовем его «ТВ-уроки». Пропустим добавление контента на наш сайт. Это сделаем немного позже. Проверим информацию о себе и загрузим логотип нашего сайта. При необходимости добавим аккаунты социальных сетей, телефон, адрес. Выберем шаблон для нашего сайта. Я выберу шаблон «Строгий». На основе нашего логотипа сервис VIX автоматически создаст цветовую палитру цветов для нашего сайта. Сделаем это. Используем предложенные цвета. Выберем дизайн главной страницы сайта. На выбор VIX.com нам предлагает три вида дизайна. Добавим страницы на наш сайт. Я добавлю страницы «О нас» и пустую страницу. Впоследствии мы можем еще добавлять страницы на наш сайт. Перейдем в редактор. На данном этапе сервис VIX оптимизирует сайт для мобильных устройств и завершает создание главной страницы. Итак, мы видим главную страницу нашего нового сайта, посвященную дистанционному образованию. Каждый элемент нашего сайта мы можем изменить, нажав кнопку «Редактировать». Посмотрим, как будет выглядеть наш сайт на персональном компьютере и на мобильных устройствах. Для этого нажмем кнопку «Просмотр». Так будет выглядеть наш сайт на персональных компьютерах. А это вид нашего сайта на мобильных устройствах. Рассмотрим процесс создания нового сайта при помощи редактора. В категории «Мои сайты» щелкнем кнопку «Создать сайт». Выберем категорию нашего сайта. Создадим сайт при помощи редактора. Выберем понравившийся шаблон, категория «Образование». Выберем шаблон «Отличник». Нажмем кнопку «Редактировать». Наш сайт создан. Так как в предыдущем примере, мы можем изменять каждый элемент нашего сайта. Выполним несколько заданий. Конструктор сайта VIX оптимизирует вид сайта для только для персональных компьютеров, только для мобильных устройств, для персональных компьютеров и мобильных устройств. Проверим себя. Конечно же, конструктор сайта VIX автоматически оптимизирует вид сайта для персональных компьютеров и мобильных устройств. Выполним еще одно задание. Создать сайт в конструкторе сайта VIX можно с помощью редактора автоматически вручную при помощи тегов HTML. Обратите внимание, в данном вопросе может быть несколько правильных ответов. Посмотрим их. Конечно же, в конструкторе VIX можно создавать сайты при помощи редактора и автоматически при помощи системы VIX ADI. Итак, сегодня на уроке мы продолжили знакомиться с понятием «главная страница сайта». Мы узнали, как в конструкторе VIX создать главную страницу сайта. Что для этого есть два способа. Автоматический при помощи системы VIX ADI и при помощи редактора. На следующих уроках мы продолжим знакомиться с конструктором VIX. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова